После того, как я поднял тему о вреде веры в конспирологию или о распространении этих идей, я считаю, что люди, создающие, продолжающие навязывать мысли многим о том, что существует мировое правительство и все, что вокруг вас, это сплошной театр и прочее, эти люди должны быть уголовно преследуемы и наказуемы. Но пока мы живем в мире, где информация не фильтруется никак, естественно, будет и подобное мнение. И после этого меня множество раз в комментариях спросили об одном персонаже, о котором я высказывался. Вот один из таких типичных комментариев. Александр Яковлев спрашивает. Штарк, а что вы скажете про нашумевшего кемеровского многодетного отца Вострикова, у которого якобы погибла семья, постановка или нет, твое мнение? Ну и дальше интересные сообщения, многие из них, как мне кажется, заслуживают внимания. Востриков может быть и постановка, но пожар там был и дети погибли реально. Полностью потерять свою семью, ну черт с женой, если она тебе надоела, но дети. Я бы на месте его пил пять лет, чтобы прийти в себя как минимум. А это чмо по миру мотается за компенсацию. Думаю, пропиарили ему мозги спецслужбы. То есть их психологи рассказали про бытие мое, что все мы когда-нибудь умрем. Уйди в себя, смирись, что было, зачем себя публичным на костях своих детей делать. Но это блядство и последняя мерзота. Если завтра объявят акцию «Обменяю свою жену и двоих-троих детей на 60 миллионов рублей» и «Начни новую жизнь», то выстроится километровая очередь из Востриков. Будьте реалистами. Естественно, последний комментарий самый здравомыслящий. И так как я высказывался по Вострикову в тот момент, когда произошла эта трагедия, а потом какое-то время я присматривался к нему, то у меня тоже сложилось свое собственное мнение. Я думаю, что Востриков реальный персонаж. Конечно же, это никакой не актер. Идиоты, говорящие сейчас, что он поехал в Голливуд, потому что его там решили дальше использовать. Ребята, вы просто не понимаете, что такое Голливуд. Или вы не замечаете, насколько господин Востриков рядом с актерским мастерством никогда не стоял. Это просто обычный среднестатистический россиянин. Да, отмороженный на всю голову. Но это вот такой вот тип хомо, если бы раньше говорили советикус, но вот сейчас такой хомо путиноид. Порождение современной России. Среднестатистический здоровый, холеный. Привыкший хорошо в жизни кушать, хорошо спать. Женившийся, конечно, в свое время. А дальше один, второй, третий ребенок. Молодой человек и трое детей. Кто его знает? Ни вы, ни я. Мы не знаем, что там было в этой семье. Может быть, они хотели развестись. Может быть, все это его тяготило. Да, знаете, чего только не бывает. Но абсолютно точно видно, что никакого горя, ощущения потери тогда ни на лице, ни на действии Вострикова не было. Вернее, в сам момент того, что произошло, в момент, когда он еще был там под шоком или сразу после этого, высказывания на площади показались действительно искренними и задели многих людей. Со слезами на глазах он взывает к властям, к губернаторам, что же это такое, порядка нет. И это многих зацепило. Я думаю, что журналисты захватились за него, как за персонажа, для того, чтобы немножко подогреть эмоции. И начали его показывать то в одной передаче, то в другой. Видимо, они рассчитывали на совершенно другой эффект. А оказалось, что парень возомнил себя звездой. Я думаю, что, может быть, ощущение потери пришло в момент похорон или после, когда человек остается один в квартире. Мы этого не узнаем. Но, скорее всего, по характеру своему, вот видно, что это современный российский человек, у которого, вот как написал правильно последний комментатор, мысли в момент были только об одном. Я получу большую компенсацию, он сложил 2 плюс 2. Ага, там будет чуть ли не полмиллиона долларов, а то и миллион. Именно вот это крутилось в его голове, и поэтому эта мысль настолько его грела, настолько его радовала, что он никак не мог сыграть трагедию, которую от него все ожидали. А всем хотелось, конечно, слез, чтобы он бился головой об стену, чтобы он там пьяный какой-нибудь в соплях на камере говорил, что я жить не могу, убью себя или что-то. Русские люди вообще любят вот такие трагические сцены. А когда возникает человек, который, ну как бы вам сказать, из реального мира, знаете, таких среди нас полно. Они ходят среди нас, они живут. Вы знаете, я в свое время встречал немного, но было в моей жизни такие люди, которые, как бы это сказать, ну хоронили своих близких с радостью. Разные бывают ситуации, иногда кажется смерть это трагедия, а для очень-очень многих людей смерть освобождения от надоевшего папаши, от какой-нибудь матери, с которой у него были сложные отношения. Иногда это реальное облегчение, и люди не могут сыграть публике какое-то горе, если у него самого этого горя нет. Если бы, может быть, это была какая-то выстраданная семья, какие-то, не знаю, там поздние дети, если он их там сильно хотел. А ведь так, скорее всего, у господина Мострикова все само собой получалось. Одного ребеночка, второго, третьего, там, глядишь, материнский капитал рассчитывали, а тут бац, и такая свобода с большущими деньгами. Конечно, получил он их и поехал по миру кататься. Я думаю, что о нем, вот о таком равнодушном человеке, не способном испытывать никакие эмоции, о человеке, не имеющем эмпатии даже к своим близким, можно написать отдельно книгу, и наверняка кто-нибудь им заинтересуется, попробует разобраться в этом человеке. Но я почему-то уверен, что таких в Остриковых очень много. Действительно, поставьте условия, обменяем жену и детей на миллион долларов, и вы увидите, что будет происходить. Мне писали люди из Кемерово и присылали даже фотографии могил семьи Остриковых, не имеющих к Острикову никакое отношение. Действительно, и были похороны, и действительно существовали эти дети. Ну, вот что поделаешь, ну, вот такой не плачущий отец, вот такой равнодушный, ветреный, бессмысленный, бесполезный. Ну, таких много. Я думаю, что если Остриков дальше будет вылазить в общее информативное поле, то мы увидим его, конечно же, с новой подругой, с новой семьей, с новыми детьми. А, конечно же, бреднее о том, что это актер, что это там какой-то агент ФСБ, я в это абсолютно не верю. Просто, как я говорю вам, реальность иногда бывает настолько ужасной и настолько ранящим большинство людей, что они не хотят эту реальность принимать. То есть, понимаете, сложно сказать самому себе, у Остриков просто дерьмо. Проще сказать, что это все игра, что он на самом деле никого не потерял. Ну что вы, семья его жива, и они где-нибудь там на Мальдийских островах бегают под пальмами. Это то, что человеку представлять проще, чем то, что несчастная мать с детьми сгорела, как и многие остальные жертвы. Что касается вообще зимней вишни, то мое мнение такое, конечно же, пожар был, и абсолютно в неправильном месте был создан этот игровой центр, или что там, закупочный центр. Это следы хаоса и разрухи России, ничего заранее не проверяется, нигде никто ни в чем не заинтересован. В результате просто запрограммирована будет трагедия в этом месте, в другом месте, но они будут повторяться. Единственное, что я вполне себе допускаю, что могло быть больше жертв, что власти попытались в этот момент скрыть настоящее число убитых, потому что было очень много разговоров, что жертв больше, и просто по логике того, как происходили события, можно предположить, что жертв было больше. Я верю в трагедию зимней вишни, я верю, что погибли люди, я допускаю мысль, что их было больше, но интересно в нем было то, что наблюдали в основном остальные, это переход такой, резкий переход сначала от путинского поклонника и большого патриота России вдруг в критика на Путина, затем тут же скачок назад, нет, я буду выдвигаться в депутаты от единой России, потому что это единственная сила в стране, затем реакция сети, что ты полный толпа дятел, и понимая, что люди это не принимают, опять же резкий скачок в критику режима, и вот человек мечется, он хочет создать себе следующую платформу, он хочет продвигать какие-то идеи, он хочет, чтобы его дальше слушали, чтобы он оставался в центре событий, а люди разочарованы. Вердикт мой такой, Востриков просто дрянь человек, вот человек, который самовлюбленный в себя, живущий, возможно, без особых проблем, скормленный уже Кока-Колой и сосисками, то есть выросший не в голодные времена, наслаждающийся жизнью, уверенный в своей какой-то особенности, может быть, привлекательности, думающий о том, что мужчин в России мало, соответственно, женщину он себе какую-то найдет, она детей ему новых нарожает, деньги у него теперь есть, скорее всего, именно вот эти мысли крутились в голове у бедного Вострикова, а мы-то ожидали от него какого-то горя, театральности, но не получилось, в актеры его не возьмут, да и в депутаты, я думаю, тоже не возьмут, потому что репутация не очень хорошая сложилась, соответственно, остается ему только прокатать свою компенсацию по меру, что он, собственно говоря, и делает. Ребят, всем привет, это Игорь Востриков, кто не знает, у меня сегодня отличный денек, проснулись, поехали в баскетбол, часок поиграли, потом приехали, немножко бильярдик, потом в тренажерный зал позанимался, пришел домой, теплая ванна, сел за стол кушать, настроение просто шикарнейшее вообще, и вот да, знаете же, вы все выражения, в здоровом теле здоровый дух, ну никто его просто не понимает вообще, что это значит, что такое вообще здоровый дух, так у нас полстраны атеистов вообще, есть ли это дух, что это такое вообще, с чем это едят, вы просто каждое слово разберите, что там дух значит здоровый, да, здоровый дух это вот я сейчас сижу, блин, мне вообще просто классно, мне не надо бухать для этого, мне вообще просто реально, я сижу меня прям вот распирает реально поэтому делюсь не готовился сел есть кушал меня как это как всегда бам здоровый кушаю baby carrot очень вкусная маленькая моторастки выдергивает органическая пища очень классно в общем ребят делитесь распространяйте этот ролик всем здорового тела будет здоровое тело будет и здоровый дух всем пока